Войсковой старшина Виктор Боков говорит, что родился казаком. Он один из основателей казачьей станицы Северная. Сейчас состоит в Совете Старейшин. Вместе с братьями по оружию воспитывает молодых, отправляет и встречает тех, кто защищает рубежи Родины в зоне СВО. А казак еще всегда при оружии был и воевал. Защищал рубежи Родины. Вот и всем отличался казак от мужика. Что он с детства был к оружию привучен защищать рубежи Родины. История казачества в Поволжье прервалась в 1917 году. В 1990 группа энтузиастов в количестве 14 человек создали Самарское казачье землячество. Так возродилось казачество на Самарской земле. В честь 33-летия со дня этого события во Дворце культуры железнодорожников состоялся традиционный праздник «Слава Богу, что мы казаки». Прослевая вверховой, и никогда не тревог, Мы поезжаем казачьим, ищут ворики. Это событие в культурной жизни многонациональной Самары, потому что казачество – это дисциплина. Казачество – это патриотические начала. Казачество – это сплочение людей разных национальностей для решения тех важных задач, которые ставит перед нами время. Не остались казаки в стороне с момента начала спецоперации. Более 700 человек уже награждены орденами и медалями. Трое стали героями России. Сейчас казаки принимают огромнейшее участие в специальной военной операции. Более 20 тысяч казаков находятся в составе 20 подразделений, в том числе чисто из казаков Самарской области и соседних областей действуют казачьи подразделения, которые уже принесли много побед нашей российской армии. За 33 года самарское казачье землячество не только возродило воинскую науку. На территории региона развивается культура казачества, создано много ансамблей, а в этнопарке «Дружба народов» есть казачье подворье. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.